здравствуйте дорогие друзья мы вас приветствуем сегодня на двух каналах сразу алексей соколов канал реальный мир и михаил n канал мужское прозрение добрый вечер михаин добрый вечер алексей огромное спасибо за возможность так пообщаться за приглашение добрый вечер уважаемые зрители все те кто нас знает и те кто новички для нас ну а для тех кто часто смотрят надо сразу сказать не грозите себе локти дорогие друзья ни на том ни на другом канале вы наверное к стримам привыкли и видите знакомую обстановку так вот это эту беседу мы делаем в записи поэтому никто начало стрима не пропустил все в порядке смотрите от начала до конца сегодня будет интересная беседа обозначена но мы и за все силы постараемся чтобы она была интересная потому что мы сегодня оба будем выходить за на наш индивидуальный привычный формат и надеемся что получится очень интересный такой гибрид ребеночек будет от двух таких разных родителей в кавычках будет замечательный а название очень безобидный человек и природа возможно ли гармония да потому что проблема экологии в современном мире это одна из острейших проблем и причем она замалчивается тоже очень сильно это такая же принципе значительной степени зона информационного мрака как и положение мужчин поэтому в этой области циркулирует гигантское количество невежества мифов и заблуждений и мы постараемся хоть чуть-чуть эту тему если не раскрыть то обозначить да алексей да я думаю надо нам базис обозначить на основе чего мы сегодня проведем беседу мы так предварительно порепетировали вот и взяли за основу статью михаила фундаментальные инстинкты или формула счастья это статья в каком году была написана затрудняюсь сказать ну примерно года три назад а всего лишь года три да и так давно этим всем занимаюсь ком движении материал известнейший я так понимаю что статью штудировали все кто вот кто твои касты стримы слушает по ну в основном твою аудиторию больше интересует взаимоотношения с противоположным полом как не натворить ошибок в этих взаимоотношениях и добиться успеха к сожалению чисто во многом ты прав хотя задачи мужского движения и легалитарного они не совсем такие системная инструкция мужчины по выживанию в общем то в условиях очень тяжелой дискриминации лишения прав но мы этого касаться не будем а статью это я написал по большей части с практической целью потому что я иногда занимаюсь психологической помощью людям хотя не являюсь профессиональным психотерапевтом и нужна была какая-то совершенно работающая универсальная система универсальный тест который позволяет сразу определить какие у людей есть проблемы это была практическая прикладная сторона повод написания этой статьи ну и собственно я высказался высказал свою точку зрения что есть смысл жизни если или нет у человека инстинкты а то сейчас как бы очень сильно идет крен в науке в сторону того что их вообще нет вот как бы и как это все работает тогда попытался ответить на такие вечные вопросы для себя и лично я считаю я на них ответил ну а для аудитории канала реальный мир для натуралистов поясним при чем здесь мужское движение инстинкт мы сейчас в нашей беседе постараемся всем доказать что в общем то основные мотивации человека на природе человек взаимоотношения человека с природой ну в общем во всех сферах деятельности но заявленная наша тема сегодня человек природе да что руководят человеком те же все основные базовые инстинкты и сейчас наверное пришло время их перечислить кто огласит список алексей я с удовольствием эту честь предоставлю тебе как хорошему ученику который вызобрел нумерацию лучше всех но попробуем значит в статье михаила выделено 8 фундаментальных человеческих инстинктов я сейчас кратко нумерацию первый инстинкт выживание второй социальный третий ранговый четвертый половой пятый родительский шестой новых ощущений седьмой изменение мира и восьмой над личностных ценностей вот в таком порядке базис нашей сегодняшней дискуссии пронумерован у нас кто хочет узнать подробнее под этим видео ссылка на статью михаила целиком прочитать но мы будем расшифровывать еще по ходу пьесы обязательно да я думаю просто те кто совсем не в теме а таких я думаю тут 99 процентов наша аудитория они просто сразу не поймут на вскидку то есть я думаю большинство людей сразу вообще на вскидку не поймут и будет отторжение а можно я чуть-чуть расшифрую очень коротко нужно максимально коротко на самом деле вообще в современной науке понятие инстинкт отрицается то есть наука вообще сейчас моей точки зрения к сожалению полностью подчинена властям и стала в такой стиву в небольшой степени представительницы древнейшей профессии даже нету официальной формулировки четкой научной формулировки общепринятый что такое инстинкт определение не существует я и думаю это сделано искусственно потому что это невыгодно если люди начнут понимать что что они обычные животные с обычными инстинктами так сказать и некоторые из них могут задуматься и прийти к выгодам которые власти очень властям то есть не конкретно какой-то определенного вообще властям всех уровней мировых очень невыгодны поэтому это дело превращается вот в зону глубокого невежества или вообще не раскрывается официальная версия что у человека инстинктов нету а значит вынуждены научные версии что четкого определения инстинкта нету я придерживаюсь той точки зрения что человек это совершенно обычный рядовой вид животных каких на планете миллионы наверное вот и у него те же самые инстинкты в общем в общем и целом что и у всех других видов животных ниоткуда он не взялся как бы возник путем эволюции естественного отбора и у обезьян наших искать родственников и у предков эти инстинкты есть непонятно почему они у человека отвалились какой момент а вот поэтому я если ты позволишь очень коротко дам свои формулировки просто я стараюсь да конечно это это базис потому что мы на нем все построим и конечно озвучить это нужно да значит по поводу инстинктов инстинкты у человека безусловно есть потому что это обычный рядовой вид животного который ничем среди других видов системно принципиально не выделяется но это отдельная тема а вот дальше собственно вот эти восемь комплексов это уже второй ряд я бы тут сказал что надо представить некую такую древнюю модель когда там земля лежала на спинах трех слонов которые стояли на огромной черепахе которая уже висела пространстве в общем вот эти комплексов восемь комплексов это уже слоны так сказать только их восемь они три можно кстати их произвольно делать и больше и меньше потому что это комплексы я просто для удобства сделал модель она еще довольно сырая для это рабочая модель вот значит основной самый главный при главный базовый инстинкт на уже из которого произрастают эти восемь комплексов я лично для себя формулирую его так инстинкт это этот служит для биологического прогресса вида биологический прогресс для всех видов это совершенно одна и та же формулировка это значит максимальное увеличение максимальных количества особей этого вида и занятие ими максимально возможной территории вот поэтому основной самый главный и фундаментальный инстинкт звучит так это значит оставить максимально возможное количество максимально жизнеспособного потомства максимально благоприятное для выживания этого потомства среде вот уже вот такая формулировка это основа это основа это фундамент но не будет то есть нумерация строится на ней но она уже из этого вот на основе этого фундамента стоит вот это вот восемь инстинктов можно там не восемь но как бы да просто про основу я писал статье но я она обычно я достается за скобками когда это все обсуждается вот чтобы просто сама система была понятнее а дальше уже идут собственно 8 этих инстинктов сейчас секундочку я тут открою это самое вот значит инстинкт выживания он же самосохранение он же накопление материальных ценностей все что касается физического благополучия данного конкретного организма сегодня и в завтрашний день крыша над головой еда накопление и сюда же входит самосохранение инстинкт это первое значит второе социальный инстинкт человек животное стадное в одиночку не живет и в одиночку он себя будет очень плохо чувствовать поэтому ему обязательно надо быть участником какой-либо группы вот значит тогда он себя чувствует нормально третий инстинкт ранговый поскольку человек обезьяна очень иерархическая в этих обезьянных иерархиях которые без но приехали в наш день скажем так сильными изменениями уже в цивилизованное общество но тем не менее важно очень в этой иерархии занимать какой-то ранг либо статус у цивилизованного человека это статус то есть значит инстинкт диктует требования занимать как можно более высокое место в какой-либо пирамиде среди других таких же быть лучшим по какому-то показателю да лучшим по какому-то показателю и дай бог чтобы это делалось цивилизованно четвертое половой инстинкт ну понятно размножаться хочется и в общем то вот отсюда все эти проблемы с девочками а у девочек у некоторых с мальчиками вот это самое не будем за мнем для ясности я думаю понятно пятое родительский инстинкт это не путать да при этом я повторяю что каждый из этих инстинктов это достаточно широкое такое общее руководство не надо понимать конкретно родительский инстинкт заключается в том чтобы воспитывать детей чтобы они выросли здоровыми счастливыми успешными и продолжить в свою очередь продолжили рот передачи генетического материала а также каких-то идей а уже таких вот человеческих ценностей интеллектуаль перебить по родительскому инстинкту здесь просто очень важно еще раз поскольку до представитель мужского эгалитарного движения здесь важно подчеркнуть наверное что вот реализация именно этого родительского инстинкта коренным образом у полов различается у женщин совершенно одна программа реализуется в рамках этого инстинкта мужчин другая и мы сегодня кстати наверное разберем на практических примерах без проблем если как бы мы этого коснемся мне мне кажется вопрос немножко не формат иду я и без проблем вот это самое да по-разному у женщин и мужчин женщины рассчитаны на уход за очень маленькими детьми там лет до трех а мужчины рассчитаны на принятие эстафеты воспитания уже первую очередь мальчиков когда они уже интеллект у них включается для того чтобы уже их воспитывать как личностей как профессионалов там уже более духовная женщина то есть физическое обслуживание не мужчина духовное развитие в среднем но кроме того и тот же родительский инстинкт толкает людей на обучение на педагогическую деятельность на какую-то про передачу профессиональных навыков наставничеств наставничеств отлично да вот причем совершенно необязательно это должны быть собственные дети или даже может это могут быть люди старше вас то есть это тоже все будет родительский инстинкт вот новых ощущений шестой значит для этого я очень рекомендую всем прочесть всем думающим людям прочесть книгу михаила верлера все о жизни я по ней в общем-то в на 90 процентов и и переосмыслил переработал эту книгу и построил эту модель вот психика человека устроена так что ему постоянно не хватает точка то чего он достиг ему быстро надоедать приедается ему нужна новизна вот это инстинкт новых ощущений это толкает людей в лучшем случае постоянно путешествовать творить изучать чего-то новое не останавливаться на достиг на достигнутом достиг идти в новые горизонты достигать новых высот а в худшем случае зовнем для ясности вот ну и седьмой и восьмой в принципе это комплекс изменения мира и над личностных ценностей интересно тем что с моей точки зрения у мужчин они почти не встречаются вот уважаемый алексей с этим не согласен может быть оно и так вот я своими глазами не видел женщин у которых бы они были женщин таких единицы и они в основном встречаются вот на западе в россии отсутствует единственный пример то что вспомнил это женщина была американка по национальности сейчас и нет в живых уже ну наверное упоминать не будем но в принципе на канале реальный мир это имя упоминалось на западе такие достойные тетки извините это шутка это не проявление уважения есть но их там одна на миллион это номинально вот то есть это че два чисто мужских инстинкта женщинам у женщин они отсутствуют по определению не возникли за эволюционной ненадобностью и женщина их вообще даже не понимают то есть в разница по мозгам между вот полами и она еще гораздо больше чем может показаться даже тем кто в курсе вот но и чтобы у нас дамы смотрят кто еще не проникся тезисами мужского движения наверно добавить что это не потому что женщины плохие мы считаем а просто другие у всех они не 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 сломка своё природное устройство безусловно конечно они разные потому что у них совершенно разные социально-биологические эволюционные задачи они сформированы эволюцией как две так сказать части одного целого вот иначе бы человечество не стало бы тем что она есть и не прошло именно такой эволюционный путь и не выжило бы вот то есть но они разные и это факт они реклама и к сожалению вот этих вот двух инстинктов у женщин нету а инстинкты эти объединяться ради каких-то какого-то очень большого общего дела который может быть выше главнее твоей жизни за которые жизнь отдать не жалко вспоминаем героев всяких войн там александра матросова гастелло и так далее а вот эти значит вершить какие-то дела при этом запросто можно самому погибнуть во цвете лет вот то есть да и вот это дело но для для мужчины выше жизни к звездам лететь строить или сносить города крестовые походы на участие в каких-то научных исследованиях когда до которых конкретное поколение ученых не доживет правда в современном мире это так сказать из-за проблем с финансированием это невозможно но в принципе такое существовало вот это вот собственно вся человеческая цивилизация все громадье дел и как со знаком плюс так и со знаком минус она возникла во многом мотивируемые вот этими вот двумя и чисто мужскими инстинктами ну все пока пока так сказать на этом поставим точку я надеюсь зрители теперь немножко подробно не представляют что именно представляют из себя инстинкты вообще и человеческие в частности ну я думаю значит надо пояснить опять же применительно к около природным наверное мы все-таки это позитивную повестку возьмем по крайней мере в начале до бакологических ужасах потом попозже поговорим сейчас на ну я вот объясню значит я когда эту статью прочитал я люблю всякие работающие модели матрицы таблицы которые работают да и я начал вот именно на около природных хобби проверять вообще как эта штука работает сколько инстинктов участвует насколько они важны и так далее вот классический пример первым делом я разобрал рыбалку но в общем-то сколько-то там десятков лет жизни это рыбалки посвятил там сколько тонн рыбы вытащил да многие увлекаются рыбалкой вот у михаила тоже рыбалка увлечения да с другой стороны там канал реальный мир не рыболовный но было немножко тому и будет иногда появляться будет ну что такое рыбалка всем ясно да какое количество мужчин рыбалка увлекается и женщин кстати тоже есть ну вот предлагаю стал я рассматривать да какие вот из этих восьми инстинктов в основе рыбалки лежат вот я цифру один смотрю выживание инстинкт выживания накопления сохранения материальных ценностей обеспечение комфорта собственной тушки ну здесь даже по моему не обсуждается понятно что это древнейший инстинкт человек добывает пропитание себе то есть рыба живет в реке в озере в море человек голодные там плавает такая большая фиговина которую можно насытить и себя и свое стадо человеческое детей понятно что добыча ресурса для жизнеобеспечения даже не обсуждается безусловно дальше социальный инстинкт здесь я вижу несколько вариантов реализации начиная от коллектива коллективных способов там древних ловли рыбы которые к сожалению от в наших браконьерских формах иногда проявляются там заботать леща во время нереста двое сеть держат двое рыбу выгоняют ну грубо говоря такая вот древнейшая там организация это это такой атовизм вот то что я привел пример ну вот социальный инстинкт реализация социального инстинкта она гораздо более цивилизованных формах например на уровне информационного обмена что приходит один джентльмен с удочкой набережной на берег озера да ему интересно клюет или нет он сам может попробовать там на такого червя или на такую кашку да а может спросить другого джентльмена который там сидит и уже ловил и тот скажет что на кашу пробовал на опарыша пробовал не клюет на дождевого червя клюет вот с такой глубины не клюет с такой клюет карась не клюет вот но есть чем масса других социальных то есть в этом вплоть до вообще всяких тусовок которые сейчас там в интернете многотысячные там форумы рыболовные и так далее там ну то есть это уже социальное явление действительно рыбалка состоявшись безусловно я просто добавлять не буду ты все отлично понимаешь отлично сформулировал любимое стихотворение очень старое не знаю чьи строчки которые мне еще отец в детстве приводил не за огонь люблю костер за теплый круг друзей а ведь костер это на атрибут очень часто и рыбалок и охот то есть люди и мы уже которые достигли мастерства современному человеку в принципе не надо уже до ради добычи а особо эту рыбу он и ходит туда общаться с друзьями безусловно социальные тасс майкерские закрывается и рыбалкой и охотой в общем да вот этот рыбацкий костер кто у него сидел на секундочку вспомнил это наверное и это вот я уверен ну формула счастья из названия этой базовой статьи до что и на самые счастливые воспоминания может быть когда человек сидел у этого рыбацкого костра и обменивался воспоминаниями кто чего поймал кто где упал там где чего смешно и откуда птичка вылетела там где бобер дерево свалил то есть вот информационный обмен за рыбацким костром да это вот ну и теперь третий ранговый инстинкт здесь наверно объяснять не надо я может добавлю еще по второму не только информационный обмен а просто состояние психологического комфорта вот глубокий такой вот и что ты среди друзей среди своих что ты защищен что ты не один не одинок вот еще это все переходим к третьему ранговый тоже думаю сильно пояснять не надо что тот кто поймал тут первая рыбка моя есть понятие да есть понятие ланкер по моему по английски самая крупная рыба вот кто лучше ловит кто дальше всех забрасывает ну конечно кто лучше всех ловит кто то есть а дальше она но опять же на социальном уровне проявление этого реализация рангового инстинкта она переходит в рыболовный спорт ну и кстати это тоже не не только там с способом добычи да а вообще вот эти ранговые состязания они ну в чем угодно то есть что стрельба по тарелочкам у охотников там что фото конкурсы у фото охотников и так далее и так далее но мы на рыбалке поскольку остановились но это сплошное соревнование да кто слева справа там если облавливают так какая-то мотивация там включается или когда больше всех поймал сам герой сам самый лучший самый красивый самый счастливый да безусловно это как тут даже собственно говорить-то много не надо возникает причем к цивилизованный соревновательный фактор без ударения друг друга кулаками по фейсам и дубинам и по черепам все дружеские причем человек который так сказать проиграл он все равно его уважают он учится и да он проиграл но его ранговый инстинкт все равно хорошо подпитывается потому что он может научиться говорят нормально ничего как бы мы сегодня поймали больше вот так то так то так то следующий раз ты поймаешь и все отлично дружбер дружба так что я еще хотел здесь сказать я могу добавить как там неоднократный призер всяких соревнований да наверное какие-то гормоны организм выбрасывает когда перед строем вручают медальку на шею сегодня лучше не какие-то просто там целый целый фонтан гормонов счастья эндорфина или специалист по гормонам можно еще назвать в этом месте предлагаю перейти к четвертому инстинкту которые там поначалу мы решили что он к рыбалке вообще никак ним нельзя завязать инстинкт номер четыре половой но мы его сейчас быстро проедем потому что вроде как не в теме но что я заметил что в общем-то мужчина который изнутри счастлив да и распирая этого эндорфины и прочие гормоны он почему-то девушкам больше нравится ну и совсем шепотом это никто не слышал это наверно мы вырежем вырежем вставил каст как редактор рыболовных изданий могу сказать что парни на обложку которые попадали ну хотя вроде вот рыбалка девушкам так далека почему-то они девушкам очень нравились когда их лицо было на обложке и вот мне даже говорили не один человека несколько имен называть не буду да просто журнальчик на заднее сиденье автомобиля бросаешь да когда девушку подвозишь она видит это и тает но проехали дальше прямого отношения а чё проехали можно я 22 копейки ставлю все цивилизованно просто у нас возник небольшой спор это нормально иногда люди не соглашаются я теперь понял почему понимаешь обложка это не конкретно рыбалка обложка это статус это уже там женский это уже третья тема для сегодняшнего за что любят женщины вот это не потому что рыбалка это потому что обложка вот теперь си tea теперь все срослось потому что рыбалка опосредованно да да наem да это самое но пола это как гормоны так сказать это всем все понятно гормоны бьет и это собственно он же репродуктивный keep надо как-то оставлять потомство И организм очень мощно толкает, чтобы это делать К сожалению, это не всегда совпадает с нормами современной морали цивилизации и законов И очень сильно наказывает депрессиями, неврозами и всякими психозами Те, кому не удается выполнить этот призов природы На этом про половой, наверное, хватит Да, переходим к родительскому Ну, здесь у рыбалки вообще самая красивая реализация этого пятого родительского инстинкта Я, кстати, нашего технического директора ни разу на рыбалку отлично не водил При том, что я несколько десятилетий жизни посвятил ей А ему он самокаты больше нравятся Но, значит, что я заметил Но это не только к рыбалке, мы сегодня вот эту тему, я думаю, обсудим еще Комплекс старого охотника, так называемый Наставничество Когда на определенном этапе Человека распирает Просто от желания поделиться Опытом Да Я это видел много, например, в рыбаловном спорте Когда именно опытный кто-то С какого-то этапа То есть вначале у человека секретики Все своими секретами не делятся А вот с определенного момента Вдруг происходит, что человек Вот он видит благодарного ученика, но он все ему расскажет Тот, кто сидит, слушает, развесив уши Буквально как собственное потомство воспринимает Это я видел несколько раз Не то, что несколько, я видел много десятков раз Такое желание поделиться Но не только в рыбалке Еще в других темах с природой связанных Мощнейший просто Мощнейший стимулятор Явно человек изнутри прет То есть там явно гормональный фон какой-то Правильно? Я не биолог Ну, давай будем объяснять Так сказать На понятном аудитории уровня И нам тоже Мы же с тобой не эндокринологи Ну, согласен Я просто слово водное слышал В вашем этом Ты знаешь Нет, на самом деле это правильно Потому что инстинкты Это общее руководство Но никто не знает Оно закодировано безусловно в генах Это 100% Как именно никто пока не знает Даже ученые Как нематериальные кодируются В материальном науке Что предстоит это узнать Мы сейчас только открыли дверь В эту вселенную Вот И значит Механизмы исполнения инстинктов Безусловно Там работают гормоны в том числе То есть это однозначно Но это промежуточный Как бы Гормоны это посредник Между Так сказать Посылом В хорошем смысле этого слова И результатом Ну, давай не будем В этом черном ящике Копаться сегодня не будем Нет, нет Мы это Мы даем Общую модель Да Общую модель Ну, тогда едем дальше Констинкт номер 6 Переходим Да, рыбалка Сейчас мы обсуждаем Да Новых ощущений Ну, тоже, по-моему Все очевидно Для тех, кто ловил рыбу Я думаю Тут И тот Кто не браконьер А порядочный Нормальный человек Это просто Можно я скажу о себе Я хожу на рыбалку Как в храм Мне эта рыба В общем Нафиг не упала Я даже не стремлюсь Вырасти до мастерства То есть Небо Птицы Вода Запахи Поменьше народу Тишина Это Это просто Не знаю Ты приходишь в состояние экстаза Эйфории Нирваны Переоткрываются звезды И бездны Просто Так сказать Без помощи алкоголя И наркотиков Вот у меня такое ощущение Я для этого хожу на рыбалку Ну и при этом Того, чтобы Постоянный элемент новизны Никогда толком не знаешь Что клюнет Как клюнет Какие-то решаешь задачи Каждый раз Приходится Изобретать что-то новое То есть Новых ощущений Выше крыши То есть рыбалка Это прекрасный инструмент Для реализации этого инстинкта Ну вот Я тут что могу добавить Еще Так называемый Индивидуальный прогресс В этом тоже укладывается Да Если человек на своем пруду Ловит своего карася Да Рассвет, закат Не отменяется И на своем пруду Маленьком даже Самом С ограниченной Объемом воды Объемом рыбы И так далее Каждый день Все равно Там Ветерок Пушинки Птички Там Все что вокруг творится Оно каждый день новое Но бывает Что он научился Ловить карася Думает А чего это Окунь я поймать не могу Ему интересно Освоить ловлю окуня Да Или узнает Что угри тут есть В этом озере Да Вот я на Балтийском Балтийском бассейне Живу в Литве Да Вот здесь Угри есть Даже в замкнутых озерах Вот Но их не все умеют ловить Вот интересно Там какую-то рыбу Да Или он проезжает Человек на другой водоем Да Он на своем Своё озеро Он расшифровал Он понял Как своим карасям подойти Да Там вроде Такие же караси А надо Совершенно новые задачи Решать Да И в рамках решения Этих задач Опять же Новые ощущения И даже Где-то себя лохом Почувствовать Пардон Это тоже Новые ощущения Да Кроме этого Каждый водоем Это во-первых Разное Течение Глубина Вода Растительность И рельеф Разный Совершенный Пейзаж Разный подход Разные снасти То есть даже разные Берега одного и того же водоема А это озеро, пруд, река, дамба, море Да тут Спектр этих новых ощущений Он стремится к бесконечности Он неисчерпаем Даже вот хотя бы По физическим параметрам водоема А если еще брать и рыбу И снасти То это целая Бесконечная вселенная Жизнь не хватит изучить Могу По поводу одного и того же водоема Вспомнился пример интересный Кому-то же На Камчатку полететь Там чавычу половить Новые ощущения Кажется Ну через всю страну Там сколько Там допустим Из Москвы До Петропавловска По-моему Тысяча девять километров лететь Да Могу ошибиться Сейчас Вот И там половина А вот С расстояниями Да Ну я вот на реальном мире Люблю такие примеры Да Что Счастье Где-то рядом Вспоминаю реальный случай Это Машковский залив Московский Ой не мошковский Это конаковская Гресс где Машковский залив Да Наверное Вот Там когда подсбрасывают воду Ну это собственно В дубне плотина Та самая сбрасывает Там до 4,5 метров К 25 марту Надо сбросить От максимума Воду Перед половодем Да И по низкой воде Там спиннингисты ходят И вот Мой хороший знакомый Спиннингист Даже имя могу назвать Евгений Комов Да Вот он шел Шел с берега Обкидывал Обкидывал Там эти бровки На заливе Да Вышел уже на коренную Волгу Там тоже В один день он покидал И потом Говорит Там через несколько лет Я говорю 5 метров не дошел 5 метров Там в следующий раз Прошел еще 5 метров Стал добрасывать Добровки С ракушечника Ну результат такой Михаил 7 килограмм судака Оттуда он выдернул Вот этого От самого крупного А так там были еще судачки Но это же вообще Вот какой Сразу целый фонтан Там всего Вот это 5 метров Не дойти еще Я не знаю Что здесь вот больше 7 килограмм рыбина Ну да Трофейный судак Но там опытный рыбак Он много таких Принцип И подобных ловил Но вот То что говорит 5 метров Я не дошел До того места Где эта бровка С берега добрасывалась Вот Ладно Слушай Мы все таки Мы провести Это больше Давай уже Вот так сказать В охотничьей штат И будем так Изменение мира Изменение мира Я начну тогда Расскажи свою точку зрения Потому что И с моей точки зрения Ну не так-то просто Построить логическую цепочку Я тогда это Воспользуюсь Как это сказать Воспользуюсь Возможностью Для рекламной паузы Затащить На старые Касты канала Реальный мир Значит у меня там В рубрике Беседа с натуралистом Беседа с Ринальдесом Марчукайтисом Который Взял в аренду Озеро Дикое Природное Да И зарыбил его Крупными карпами И сейчас это Вот по восточной Европе Лучший водоем Вот человек Просто 20 лет жизни В него вложил Душу вложил Занимался Именно тем Что оно Ну вот Именно с точки зрения Рыбалки Зарыбление Процесс Да Это То есть Реально у человека Были совсем другие бизнеса Он их забросил У него сейчас основные Источники дохода Связаны с рыболовным бизнесом Вот это озеро Производка прикорма Вот это изменение мира Вот он свое Ближайшее озеро Изменил Можно изменять мир Как еще Очень Это иногда Вот при советской власти Был мультик про чебурашку Когда вредный завод был Мы постепенно Там к другой теме Подъезжаем Но можно подъездить Вот Где крокодил Гена С чебурашкой Да Там Дети им говорят Вы нам Речку подарили Вредный завод Крокодил Гена Своим крокодилем Хвостом Парализовал И изменил мир В лучшую сторону Собственно То что Человек Типа для своего блага Что-то одно Сделал лучше Другое загадил А там такой Экологический мультик Был про крокодила Геновича Бурашку В общем Масса Вариантов Изменения мира Есть в ту И другую сторону Я считаю Да То есть Экологической точки зрения Когда рыболовы Если По крайней мере Они это делают Я слабо представляю Как они В России По крайней мере Я слабо это представляю Но в цивилизованных странах Да Когда они как-то Собираются Берут Удаемы в аренду Пропихивают законопроекты Значит Не дают Всяким Злонамеренным Личностям Которые загрязняют Уничтожают Природу Водоемы Творить свое Черное дело Платят за зарубление Водоемов То есть Вообще Охраняют Укружающую среду Это безусловно Изменение мира Через То есть Инстинкт изменения мира Движет этими рыболовами Безусловно Установка правил Собственно Ну это уже Наверное Мы к восьмому Переходим К над личностным Ценностям Установка Правил Системы Устойчивой Которые Там Зарегулируют Как-то Минимизируют Негативное Воздействие Тех же рыболов На окружающую среду Да И это Да Безусловно Ну я Как Если Вернуться Уже к модели Инстинктов Я сказал Что вот эти Изменения мира На личностных ценностей Одно вырастает Из другого В принципе Их можно даже В один обобщить В связке То есть Я так понимаю Изменение мира Человек и один Может как-то Менять мир Да Но в команде Это делать Эффективнее И веселее Но когда Групповые Задачи Какие-то Ставятся Ну вот я вспомнил Порывалки Опять же Вспоминаю США Канада Там по-моему Какие там 60-е годы Были Когда комплексные Исследования Провели Что в общем Даже Выражаясь В зеленых Долларах Рекреационное Рыболовство В 4,5 раза Доходнее Чем промышленная Добыча Рыбы В тех же водоемах Было Посчитано Доказано Под это Были Правила Создано Правила Пользование Каждого Водоема Изъятия Ресурс Была Громадная Инфраструктура Развита В общем-то Не помню Я сейчас В туризме Сколько туристов Дает одно Рабочее место Но На лососевых Водоемах В России Это например Кольский полуостров Это ближайшее Место Есть Где оно По западному Типу Пытаются Развивать А в принципе За океаном Это давно Уже Все За океаном В нашей Скандинавии Пришел на речку Как В трамвае Билет Купил лицензию Идешь Ловишь Именно Приоритет Человека С удочкой А промысловикам Там нечего делать И все Больше С этого Зарабатывают Инфраструктура Опять же Хоутель Пепси Кола Кока Кола И чего угодно Правильно Да Вот Я думаю Да Безусловно Короче Можно я сделаю Некоторое Отступление Или врезку Которую я забыл сказать По модели Потому что Не все Кто нас смотрит Так же прямо Интересуются рыбалкой И охотой А вот Многим Будет интересна Эта модель В общем Я забыл сказать Одну важную вещь Что это Мы даем только модель Она достаточно Абстрактная Не надо думать Что у каждого Отдельно взятого Человека Или человечицы Все эти Девять инстинктов Восемь То есть Комплексов Присутствуют Неизменно Некоторые могут Вообще Выпадать У отдельных людей Все индивидуально А некоторые Могут быть Слишком сильные И слишком слабые Вот например Когда ранговый инстинкт Еще бывает Чудовищный И не сочетается С моральными нормами Получаются Всякие Мега Кровавые тираны История знает Очень много Таких примеров Понименно Не будем В данный момент Вот Поэтому Инстинкты Грубо говоря Как роза ветров Общая модель Она общая Но По каждому Отдельно взятому Человеку Это все может Очень сильно Индивидуально Различаться Вот это тоже Важно понимать Все То есть есть У каждого Индивидуума Есть превалирующие Инстинкты Да А есть Какие-то Которые Есть слабые Есть выпадающие У меня вот Например Ранговый На нуле Лишь бы меня Как бы там Не затаптывали А доминировать Мне как-то Фиолетово У меня Именно кстати Поэтому В плане рыбалки Мне совершенно Никогда не интересно С кем-то соревноваться Я тоже завидовал Там когда Кто-то больше Меня ловил А рыбак Я так Мягко говоря Дилетант Совершенно Вот Поэтому я просто Отключил Я наслаждаюсь Природой Я Делаю то Что могу Вот иногда Как мне удается Попасть удачно Очень как-то В дубне С этим боковым кивком Я там всех уделываю Вот Полещу А на спинке То есть у меня есть Место реализации Успешной ранды Нет Она есть Он есть У всех есть Понимаешь Мало кому Если это уже Мазохист А это отклонение Это аномалия Нравится когда тебя Издеваются над тобой Затаптывают твоё человеческое достоинство В грязь Это никому не понравится Но это Я считаю Загонять Это инстинкт минус У меня вот лично Просто Как пример Он на нуле Мне не надо Быть первым Непременно продоминировать У меня нету Лидерских качеств Отсутствует У некоторых Они очень сильно есть Вот Ну То есть Я Давай не будем Сюда углубляться Это Отдельная тема Можно Делать очень много Отступлений Вот Нашей основной линии Каждая из них тянет На докторскую диссертацию Вот Я просто хочу сказать Что это не надо Это понимать Как какую-то Жёсткую Прямо вот Жёсткую модель Что это для всех Одинаково Это очень общая такая Концепция Просто Образовательная И я её лично Использую В практических целях Для Психологической помощи Вот Ну Чтоб нам на рыбалке Не зацикливаться Я вдруг вспомнил По поводу Превалирующих инстинктов Но перейдём Опять же Дальше К кровавому Способу общения с природой Связанных С изъятием Охота Тут со мной Что-то боятся Спорить Тебе надо было На стенку Ружьё повесить Я бы тогда Тебя Периодически Подкалывал Когда же оно Выставили А я как-то Я хотел Это сделать Каст Отдельный Записать Десять преимуществ Фотоохоты Уже придумал Обложку Что в одной руке Я буду ружьё держать А в другую камеру На обложке К этому касту То есть Именно тезисно Мне надо В ютубовском формате Чтобы десять Именно Изложить Это как-то Отдельным Кастом У тебя Я где-то читал По-моему В живом журнале Ты очень хорошо Это всё разложил Не десять Получилось А мне вот Технический директор Говорит На ютубе Десять ровно надо Это да Статья Давайте будем Я не люблю Всякие шаблоны Стереотипы Я люблю их ломать В общем Давай Я тоже Кстати У меня даже Рубрика Есть ломка форматов Да Вот В охоте Я что Вспоминаю Ну я сам Не охотник Да Это сразу Тут уже Наверное Кто-то Приготовил кирпичи На мою голову Ребят Я не охотник Сам Не стреляю Но охотник Вхожая С охотниками Общаюсь Много Вот Что заметил Да Ну я больше Я больше Общаюсь С такими Охотниками Которые У которых Превалирует Шестой Инстинкт Новых ощущений Кто Очень ценит Рассвет Закат И кто Может Посмотреть Как там Прошла Косуля В запретный Для нее сезон Например Он стреляет Кабана Наслаждается Походкой Этой косули С косулятами Да Ну я больше С такими Общаюсь Да У которых Там инстинкт Изменения Мира Кто там Свои охотничьи Угодья Охраняет Там думает Ну там Какие-то Биотехнические Мероприятия Проводит Да Это и социальный Инстинкт Да И Изменение Мира И над личностных Ценностей Потому что В общем-то Это там Какие-то Коллективные Решения Там Вплоть до Лоббирования Изменений Законодательства Государственного Вот То есть Я больше С такими Стараюсь Общаться Охотниками Вот Ну Такие Тоже Жалуются У нас В охотничьем Кружке Есть кто-то Для кого Главный Кусок мяса Добыть И домой Принести Рыболовы На это Вообще Рыболовы Тоже Жалуются Никто Не 99% Рыболовов Я вот тут Посидел Первой жизни На рыболовном Форуме Большом Вот 99% Они ненавидят Браконьеров Сетями Хапуг То есть Сейчас уже Даже в России В общем-то Где население У нас Так сказать Не самое передовое По морали В мире Будем надеяться Что это будет Улучшаться Уже даже Для нашего Населения Хапужничество Это уже Становится Аномалией То есть По инстинктам В принципе Рыбалка и охота Они не особо Отличаются На самом деле То есть Все одно и то же Извини Я немножко ушел Так сказать От тем Кстати да Я в подтверждение Могу сказать Что меняется Менталитет В России Даже Вот было У нас беседа Была В режиме стрима С инспектором Старшим государственным Инспектором Национального парка Смоленская Пазирия Сергеем Прокопиевым Который там 27 лет Работает С момента Основания Парка И в общем-то Он говорит Что да Именно Ну Медленными шагами Но постепенно От нахапать К культурно Отдохнуть На природе Насладиться Рассветом Закатом Да И в рамках Правил поймать То есть ну Людей которые Именно правильные Охотники Правильные А вообще Вот это русское выражение Старая Правильная охота Оно же Вот эти времена Оксакова Сабанеева И так далее Там 19 Что это значит Правильная охота По правилам Не по беспределу Не по беспределу Даже термин Исполнение Либо Либо модифицируется Моральными нормами Совестью Там И Ну Всякими Хорошими Человеческими Качествами Которые делают Человека Хорошим Человеком Вот у браконьеров Этих моральных Норм нету Ни стыда Ни совести Ни жалости Ни чести Ни ответственности Ни стратегического Мышления Ничего Этого нету То есть Это такая скотина Грубо говоря Вот они Идут Такие люди Идут Браконьеры И прочие Сорта преступников Тоже не связаны С природопользованием Тут даже еще До уровня Осознания То есть Получается Там не совсем Все человеческие Функции Включены Люди Едут отдыхать На природу Там берут Что на природу Там волейбольный мячик Магнитофон Портвейн И сетку Да Вот А зачем Оно Опять же Зачем Эта сетка Там нужна Ну надо Вот хапнуть На озере Есть водица Да не напиться Да А другие варианты Есть противоположные Когда фотограф Грибы фотографирует Да его спрашивают Вкусные грибы Фотограф Своих моделей Не ест Да Реально Тоже Реальные примеры Грибы Ягоды Ну в общем Хотел Чтобы цивилизованных Людей Становилось Побольше И обучение В общем-то Очень хорошо Этому способствует А хапок Преступников Поменьше Хотелось бы Вот И мы хотели Обсудить Еще применительно К охоте Тему Очень интересная Социальная Тема такая Что Появляются Регулярно Люди Везде Ну вот У тебя на стриме Там буквально Три дня назад Один из постоянных Участников Вдруг У него Началось Что там Ненавижу Охотников Это они Сволочи Всю фауну Истребили Да Вот Ну это Это значит Такой вот Довольно Редкий Случай Что именно В мужском Сообществе Такие реакции Ну это не формат Вообще Для наших Для нашей темы Это не формат Для мужского Сообщества Мужское сообщество Не по этому поводу Грубо говоря Собирается Нет Когда я захожу Я регулярно Пытаюсь вытянуть Там к птичкам К рыбкам Там Мы вот Как-то там Ну Охотой Мы коснулись Но То что в рамках Мужского Сообщества Все равно То есть Я говорю Среди мужчин Даже в мужском Коллективе Кто-то вот так Вот Жестко Однозначно Осуждает В принципе Там Гораздо чаще Это Женская реакция Такая бывает Но я могу Вот Расписать Как это часто На форумах Я где-то там В живом журнале С этим сталкивался Регулярно Ненавижу охотник Неважно По какому поводу Ну вот Я там Фотографирую Косульку Вот я фотограф Дикой природы Я сфотографировал Косульку Какая она красивая Идет И пишу Вот смотрите Какая она красивая Как она в природе Гуляет Здесь она живет В этих Костах Все Чем в нее стрелять То есть Вот у меня Трофей многоразовый Я ее сегодня Увидел Да И вот Хотелось бы На будущий год Ну что-то там Слово охота Мелькнуло В комментариях Может быть Да-да Правильно Алексей хороший Охотники Сволочи Я их ненавижу Всем руки отрубить Всех расстрелять Все ненавижу Я сразу Мне сразу охотники Они тоже хорошие Тоже красивые Тоже прекрасные Тоже я с ними Там и Могу И О бабах О футболе Пардон Поговорить Вот Они тоже люди Зачем руки отрывать Ну я представляю себе Как там Моему Брату Гидеминосу Кто-то Из Агрессивных Форумчан Открутит руки За то Что он охотник Я думаю Почему охотники Там много пользы Делают Еще что-то Вот начинаю обсуждать А вот Там у тебя есть Там знакомые охотники Думаю У меня всякие есть У меня охотники У меня вегетарианцы Знакомые есть У меня много Много всего есть Чем охотники Какие-то плохие Это же говорю Древний инстинкт Мясо Вообще наш вид Биологический Хомо сапиенс Как выжил Охотились Других животных Убивали Кушали Всю жизнь Вот сейчас В магазин Идем Курочку Свининку Говядинку Покупаем Правильно Это все естественно А вот Сейчас нет необходимости Сейчас в магазине Все продается А этими сволочами Там Вот я Реально Ну почти дословно Цитирую И оно главное Там из форума в форум Конфликтные ситуации Эти очень похожи Друг на друга Что А вот Имя движет Желание убивать А я их за это ненавижу Что они Стреляют во все живое Именно Откуда информация С каким количеством Охотников Вы общались Ни с какими Я их всех ненавижу Михаил Вот как этот феномен Объяснить Может как психолог Такое совпадение Вот это довольно частая картина Если это один раз Увидел Два Или три Или пять Я бы не спросил Но это десятки раз Повторяется Ну в принципе Вот видел Ну не в такой уродливой форме Может как я сейчас привел Но близко Вот что лежит в основе Ты знаешь Мне трудно сказать Я все-таки Честно говоря Психолог Непрофессиональный Вообще Общее название Этого явления Называется Фанатизм Вот Причем Ненависть к охотникам Это частый случай Я встречаюсь Еще со сталинистами Очень часто С феминистками Верующий человек Он непоколебим Он уважает чужое мнение Он открыт Уважает других людей Он твердо В своей вере Ему не нужно Самоутверждаться Путем переобеждения Уничтожения инакомыслящих Ему это все Мы все разные Мы все разные Но нас объединяет Ну если мы не фанатики Нас объединяет То что мы уважаем Друг друга И мы цивилизованные люди Вот Поэтому Я глубоко уважаю Твою веру Ты глубоко уважаешь Мои какие-то позиции По этой теме Вот И все Видишь У нас нету Противоречий особых не вижу Не вообще ни разу Вот Поэтому Я не вижу как Библия и теория Дарвина Друг другу противоречат Ну Окей Вот Значит Поэтому И просто Но вернемся к нашей теме Потому что религия Сейчас мы тоже далеко уйдем Да К ненависти к охотнию К типовым выражениям Это разновидность фанатизма Тут Видимо понимаешь Уже надо рассуждать Что такое фанатизм Уже надо Смотреть На способность человека К обучению Способность человека К обучению Это согласно Савельеву Я с этим абсолютно согласен Подтверждается Наблюдениями личными Сколько я людей Переобщался лично Тысячи по жизни Десятки тысяч видел Человек Средний человек Теряет способность К обучению В возрасте До 15 Не до 15 13 В среднем лет До момента Полового созревания Потом Что ему в детстве Внушили Как его запрограммировали Эту программу Он дальше по жизни Несет Как у импринтинга Эти хаутят Понимаешь Вот И к сожалению Людей у нас Программируют Правительство Программируют Они не всегда Так сказать Добронамеренно Чаще злонамеренно Делают из них Управляемых роботов Зомби Рабов Прямо говоря Вот Если человеку Поломать Какие-то Правильные Природные Программы Опять же Ломается Способность К обучению Опять же Ломаются Какие-то Социокультурные Навыки Мораль Которая делает Человека Человеком То уже По сумме Всех этих Генетических Врожденных Социальных Инстинктивных Факторов И обучения Получается Вот такое Уродливое существо Которое Является Фанатиком А уж В какую область Его потом Переклинет Но это Уже Как фишка Ляжет Кто-то Охотников Ненавидит Значит Кто-то Мужчин Ненавидит Ну Совсем Там Отсталые Кто-то Расы Ненавидит Кто-то Политические Убеждения Ненавидит Кто-то Религию Ненавидит Кто-то Наоборот Неверующих Ненавидит И Значит И Все Стараются Друг друга Убивать Вот Я здесь Больше Не про Патологические Отклонения Говорил А про Полностью Нормальные Вменяемые Люди Жизни Вот В частности То что На твоем Стриме Ясно Что абсолютно Вменяемый Человек В общем-то Все Но Именно Эта реакция В какой-то Момент Выскочила Ты знаешь Я не Считаю Полностью Полной Вменяемостью Когда человек Высказал свое Мнение Не очень Цивилизованно Но постоянные Как бы Подписчики Банить неохота Вот Я ему Ты же слышал Причем Это происходило Минимум в два раза Может больше Я ему Очень спокойно Цивилизованно Объяснил Что охотники Это никакие Ни убийцы Ни садисты Ни маньяки Кровавые А наоборот Это люди Благодаря увлечению Которых Сохраняются В неприкосновенности Хотя бы Относительной Природной территории Относительно Дикая природа Экологические Ландшафты Комплексы И виды животных Они наоборот Своим увлечением Они убивают Единицы Но способствуют Сохранению Не только сотен Штук Но и природных Комплексов Меня дважды Не услышали Вообще Вот это уже Патология Я бы сказал Все-таки Патологическая Реакция Потому что Я говорю Еще раз Очень типичная Именно В интернете За столом Гораздо проще Переубедить Кого угодно Я могу сказать Так В живом журнале В серии Этих У меня лет 5 назад Была серия Уроков Школа Толерантности Охотников И зоозащитников Друг к другу По-моему Что-то такого типа Я приводил пример Вот в Литве Есть клуб Фотографов Дигой природы То есть Самые такие Зеленые Натуралисты Как раз Из которых Вроде и должны Браться Ненавистники Охотников Привожу пример Один из этих фотограф Охотник Он на каждое собрание Привозит там кабана Которого сам убил И сам из него Лично плов готовят Очень вкусно готовят Вот И всем звону вопрос Угадайте Сколько человек Его осуждали Или там Отказывались Кушать Пожрать Да Вот Ноль Хотя В общем-то Ну там Ну вот Среди наших фотографов Там Ну Два или три Может совмещают Фото Охоту И охоту И Идет этот Необратимый процесс От охоты Переход То есть Ну в конце концов Заканчивается Повесить ружье На гвоздь Навсегда Вот Но никто Не осудил Там Не Плевался В него Не Не отказывался Там Я это есть Не буду Потому что Это убили Ну а Свинку Из которой Колбаску Сделали Тоже убили Вот То есть Ну Вот За столом Я вообще Не видел В дискуссии В интернете Бывают Такие вот Случа Вспышки Агрессии По отношению К охотнику Да Причем И заканчивается Так же Все Все Я об этом Не буду говорить Как вот Очень часто Там Все Все Я о политике Не буду говорить Или там Мне тут Как-то Вот Несколько стримов Назад на канале Реальный мир Сделали замечание Вот А у тебя же природа А почему-то о политике О чем хочу О том и говорю О природе И политика Тоже связаны Природа И охота Связана Природа И погода Все связано Все Это Жизнь Это Цепочка Взаимосвязи То есть Ну В принципе В принципе Я считаю Конечно Вот Охота Как Ну В общем Как и любые Формы Общения С природой Связанные С изъятием Ресурсов Они более древние Более низменные Сейчас доступна Куча всего Более Совершенного То есть Ну вот Сам я камерой Например Снимаю Да Слушай А можно Просто лично От себя Задать несколько вопросов Конечно Конечно Мы же Одну сторону У нас Два Канала Ровноценные Вот Значит Во-первых Я хочу сказать Что мы В принципе Рыболовые И Мягко говоря Очень эффективные Серийные убийцы Рыбы Просто К нам Немножко Меньше Ненависти Потому что Я считаю Рыба Человека Дальше И вот Эти вот Зоушизики Я буду так Агрессивно Они не воспринимают То есть Чем ближе Это Живое существо Объект Изъятия Из природы Насильственным путем К человеку К примату Чем значит Больше их ярость Рыбу Они видимо Воспринимают Спокойнее Она все-таки Поподальше От Блекопитающего Вот Но мы же с тобой Как бы тоже Там Немало тонн И на моем счету Правда Больше леща Но там я тоже Оторвался Вот Мы с тобой Как ни разу Ни маньяки Ни садисты Наоборот Стараемся Мир к лучшему Изменить А я таки просто Поставил себе Целью Мужчин из петли Вытаскивать Хоть немного Но вытаскиваю Вот Значит Скажи мне пожалуйста Я просто сделал Такую интересную Свою ремарку Скажи мне пожалуйста Ты знаком С охотниками Я в основном Знаком с рыболовами И Большинство Говорю 99% Цивилизованные люди А браконьеров Я терпеть ненавижу Вот этих Хапок Их Скажи мне пожалуйста Среди охотников Действительно Ты видел Действительно Маньяков Садистов Которые получают Удовольствие От мучений Крови И убийства Другого живого Существа Среди Охотников Я Таких Не видел Мало того Еще могу Аргументировать Что Ну Именно с мучениями И кровью Это очень сильный Удар По ранговому Инстинкту Если Охотник С одного Выстрела Трофей Не взял А сделал Под рангом То он По рангу Очень Проседает Сильно В сообществе Да В своем Что Не уверен Не стреляй Косоруки Косоглазы И так далее И что за ним Надо идти Добирать Потому что Под ранг Сделать Это вообще Для охотников Трагедия Как это был Живой Здоровый Зверь Прекрасно Если охотник Застрели его Убей Добери сам Еще Если не добрать Это уже Вообще Позор Ладно Рука Дрогнула Догони Добей Если не догнал А оставил Ты позорник Правильно Ну конечно В коммерческой охоте Где клиент Платит Деньги Аутфитеру Там Это входит То есть Гид Понимает Изначально Что Клиент Дебил Может быть Ну Мы называем Вещи Своими именами Немножко Это без Излишней Толерантности За такие Деньги Которые он платит Он может позволить Себать Дебилом Да Вот Но Надо Быстро И качественно Подобрать За ним Под ранг А если Под ранг Например Какой-то еще Опасный Медведь Например Убить Человека Может Вот Да даже Не медведь А вот Здесь В средних Широтах Литва Россия Центральная Кабан Страшный Зверь Раненый Лось Лось Можно Ну Лось Я так С весом Там 400 Килограмм Ну как Опасно Или нет Вот Если Перейдет Через Человека Лось Вот Но я Говорю Даже Вот То что Лось Даже Не обсуждается Это Как Камаз Если Проехал Опасно Нет Под ранг Лось Я Скорее Вопрос Я Не охотник Любой Опасный Под ранг Да Но То что По статистике Несчастных Случаев Как раз Кабан На первом Месте Идет Почему У У него Во первых Клыки У сикача На Таком уровне Что Когда Просто Он бежит Даже По тропе И Врезается Человек В ногу Он пробивает Кровеносные Сосуды В таком Месте Где Обычно Не успевают Человек Уже До больницы Довести Кровь Остановить Ты знаешь Был недавно Случай В интернете Недавно Несколько лет Назад Бобр Шел По дороге Куда-то Каким Своим Делам Не знаю Что Укусил Человека В эту Самую Подпаховую Область На ноге Верхняя часть Ноги Грубо говоря Туда Куда Обычно Как раз Кабан Попадает И Бобр Человека Не довезли Так что Да Ну вообще По опасным И не опасным Зверям Это Лучше всего На ютюбе То что есть На канале Архе Послушать доклад Михаила Арсеньевича Кречмара Он там Может еще Во многих местах Но вот в Архе Там качественно Звук записывают Все То есть Лучше Михаил Арсеньевич Кто еще В этой теме Разбирается Причем И по поводу Глюков Людей Переоценки Недооценки Опасности Животных Ну и в общем-то На самом деле То что Крупные звери Это далеко не Самая Основная Опасность То есть Клещи Там Или еще Что-то Самое страшное Дикое животное Это энцефалитный Клещ Ну Да Если в регионе Энцефалит Есть Да Он везде Есть Но это На реальном мире Эта тема Обсуждается Буквально На каждом Стриме То есть Сюда Это все равно В рамках Защиты от клещей В рамках Первого Инстинкта Выживания Создания Благоприятной Среды Защита от клещей И так далее Это в общем-то Там любой Из моих стримов Можно посмотреть Но Тут Тут как раз Защита Простая Ну раз Систему Подняли Во-первых Рукава Водолазка Облегающая Здесь Здесь Я даже сейчас Здесь сижу Клещей нет Сапоги Минимум Вообще Возможности Заползти Можно конечно Какая-то Обработка Какими-то Веществами Ну и И осмотр Себя После поля Ну я бы сказал Вот как бы Если без Вот прямо Вот Без этого Жить не можешь То нефиг Скажем До начала Июня Или середины Без дикой Острой необходимости Лазить по кустам Ну Я думаю Как раз Многие натуралисты Не согласятся Потому что Это уникальные Сезоны Это сезон Гнездования Птиц И так далее Сезон наблюдений За млекопитающими За насекомыми Как раз За тем же Как там Что-то распускается Расцветают листочки Это все уникально Следующий раз Только через год Поэтому Там в поле тянет И тянет Инстинкт Новых ощущений В первую очередь А потом появляется И социальная И ранговая Поделиться Если что-то сфотографировал Поэтому В нашей теме Это Вот Ну а собственно Тех кому сильно надо Пусть предохраняются Как ты сказал А Как Не натурализм Вот мы например Я спокойно отношусь Походом в лес Я больше рыбу половить Вот Мы начинаем В лес ходить Во второй половине июня И все И зашибись И все То есть Тех кому это не сильно Вот надо Вот как ты сказал Пусть лучше Суются Меньше опасности Я сейчас страшную вещь Скажу Все-таки Как натуралист Который в любой сезон По лесам лазит Во второй половине лет С клещами тоже Все в порядке И по осени И вообще всегда Все в порядке В полу Ты разрушил Мои иллюзии Я снимаю много Ладно Я еще Можно еще Возвращаемся Еще кстати Вопрос По поводу Немножко будет Офтоп Ну ладно Я думаю Зрителям тоже интересно Трихинолез Можно кабанов Подцепить И вот этот товарищ Который плов приносил А то они там Знаешь Потом все Судорога Упадут От этого плова Значит я сейчас Название Диагнозов Этых Не Это круглые черви Которые передаются В Европе это есть В России тоже Ведь везде есть Это страшное Жуткое заболевание Червяки Образуют Цисты В мускулатуре Передаются При поедании Мяса Следующим хищникам И размножаются Внутри Следующего хищника И образуют Цисты у него То есть Все хищные Звери И падальщики Из дикой природы С хорошей степенью Вероятности Заражены Трихинолизом Понял о чем От дикого кабана Я говорю Я не помню От дикого кабана Прямо там Первых рядах От дикого кабана Совершенно точно Это можно Да Вот Значит В странах Западной Европы Вот на ряд болезней Вот на это По-моему тоже Добытые трофеи Обследуют А вот этот товарищ Который приносит Он обследует Честно говоря Я не интересовался Я все-таки Это специалист По хождению По минным полям А да Вот для канала Мужское прозрение Я с чего Я женат У меня трое детей И так далее И верующие И ходить По минным полям Самое главное Не призывай Это повторить Вот что Ты-то можешь Любить ходить Я же говорю Я хожу По минным полям Трехнирую По профессионалам Не повторить Да То есть Сапер Сапер ошибается Один раз Это самое Слушай Ладно С трехинолезом Это тоже Еще Сейчас А вот еще Секундочку Я сразу к рыбам вернусь Могу сказать Сколько в рыбах Тоже всего В частности Апистархоз Ну В рыбах Да Но там Как бы Эти заразы Они Термические обработки Они быстрее дохнут При термической И трехинолеза Вот там 30 минут Кипятить Минимум Надо Ну а кабана Соответственно Там большее количество часов Вот по медведю По моему Того же Михаила Арсеньевича В книге написано Что какая-то гадость Там дохнет Через 6 часов Ну в одной Да В одной из лекций Он говорил про трехинолез Что там сейчас На Дальнем Востоке Все медведи Напрочь трехинолезные Причем Это произвольно Недавно стало До этого До 70-х годов Были нормальные И какие-то там Именно вот эти Зоопаразитологи Убитого медведя Жрали Он говорит Ребята Вы что Вы же умрете Они говорят Да ты что Мы его час варили Ну они специалисты Это сами Сделали тест Сами его сварили И съели потом Говорят Ты что Мы его час кипятили Все нормально Но они-то знают Может часто нормально А 40 минут Еще не нормально Вот у Арсеньевича Там какой-то По-моему Нетрехинолез Еще что-то Там написано 6 часов даже Какая-то гадость дохнет Ну возможно Вот это я уже не помню Ладно слушай Еще у меня Одно очень серьезное Дополнение По поводу охоты Тут много тем Значит смотри Во-первых На основной территории Европы К счастью Россия Основная территория России Тут еще более-менее Благополучная Остается достаточно Много копытных Всяких Кабан Косуля Олени Лани Лоси Но нету Совершенно Хищников Нету волка Нету медведя Вот Поэтому если Люди просто Не будут охотиться То есть Выполнять экологическую Задачу хищника То эти Звери Размножатся И начнут либо Дохнуть с голода И параллельно Среди них пойдут Эпизооти Эпидемии по-русски Вот Поэтому охотнику Я извиняюсь К сожалению Вот в этой благоприятной Для человека Среде Где нету Крупных хищников И нормальных Экологических Связей Он просто Необходим Иначе Иначе Там такое Начнется Что эти Зоозащитники Не видали В пьяных Кошмарах Занял Экологическую Нишу Волка Санитар Лес Мало того Есть понятие Охотник Селекционер Который Знает Во что Стреляет Просто То что Вот этот Глюк Который У Так называемых Зоозащитников Прорезается Что стреляют Во все Живое Селекционер Вот я Сижу На охотниче Башке Снимаю Там показываю Молодой олень Старый Там вот Самка идет Там еще чего Охотник Чего У него вместо Глаз Задница Пардон Нет Он тоже Все это Видит Он знает Во что Стрелять Знает Почему Знает Почему Именно Этого Стрелить Да Ну Там Есть Норматив Изъятия Допустим Копытных Тех же Допустим Косуль Там 20% По моему Популяции Норматив Изъятия У охотников Да Популяция Нормально Продолжает Процветать Можно Сказать Вот Так вот Вопрос Опять же Здесь Как бы Вопрос Отвечу Вот Бывает Снежная Зима В которой Там Очень Толстый Снежный Покров И Очень Долго Он Держится Естественных Условиях В такую Зиму Может Подохнуть 80% Популяции Косуль Даже Если У охотников Останется Это Норматив 20% От того Что Осталось Это Будет Уже Пардон 4% От того Что Могло Быть Что Должно Быть Нормальных Условий В 5 раз Меньше Так Кто Заинтересован Больше Всех Чтобы Косуля Зиму Эту Перезимовали Живые Косуля Ланя Ланя Пардон Инвазивный Вид Назвал Мы договорились Есть у нас Европейские Ланя Запущены Не сильно Я их Инвазивность Наблюдаю Так Бегают По лесу Олени Благородные Те же Кабаны Хорошо Самые Жертвы Снега Толстого Косули В первую очередь В России Почему меньше Косуль Чем в Литве Одна из причин Причин Много Могу назвать Помимо Общего Бардака Бродячих Собак Которых Ты очень Не любишь Тебе будет Обидно Но я и домашних Не особо люблю Но это относится К хозяевам Дебилам Мы его выгнали Сейчас Он не в студии Сейчас Антохова Спасибо А то он Лез сейчас В камеру И меня Патролить Это мы Да Это мы Умеем Патролить Одна из причин Почему В России Потому что Толще Снежный Покров Это хуже Условия Чем Например В Альпах В Австрийских В Австрии Косуль Популяция Вообще Запредельная Михаил Арсеневич Говорил В своих Лекциях В России Вот это Какая-то Критическая Изотерма Холода Она Чуть ли Не Три Четвертых России Захватывает То есть Просто у нас Естественная численность Копытных Животных Она будет Однозначно В порядок Ниже Чем Европе И Северной Америке Чем То тоже 90% Северной Америки Холодно У нас И снег Это хрена Суровые Условия Такие суровые Что мало Кто Выжить Может В Литве В Литве Происходит Драть А крупнее А крупнее И то Зайца Крыса Ниша Пищевая Рысь Косулю Это максимум Что можно Это очень Голодная Рысь Будет Которая Очень Слабая Косуля С волками Беда Здесь Может Несколько Сотен Есть На всю Литву Это тоже У меня Жена Ходила На учет Волков Такой Хороший Квартальчик Прошли Ноль следов Именно На ее Маршруте Было Ноль Волчих Следов Насчитали Ну там Целый район Большая Бригада Взяла Поэтому Мне Конечно Хотелось Чтобы Это была Естественная Популяция Но если Она восстановится В естественном Количестве Как было Вот здесь В Литве Сколько Волков Было Взвоят Фермеры Взвоят Волки Они не идиоты По лесу Бегать Они полезут Хватать собак И домашний Скот Конечно Домашний Скот В первую очередь На Дальнем Востоке Вот тот самый То что Михаил Арсеньевич В общем-то И создавал Это Ну Кедровая Пать Бывшая Сейчас Земля Леопарда Сейчас он Включился Кедровую Пать Целиком То есть Когда Арсеньевич Был Зам По науке Кедровой Паде То есть Он четко Очень четкое Понимание Где Какие люди Живут Сколько Деревень Сколько Безработных Сколько Скота Сколько Чего Какого Ущерба Вот там Тигр Уникальная Такая Фауна А в общем-то Европа Вся Причесана По фауне Вот Медведи У нас В Литве Ноль В Латвии Ну Порядка 25-30 Особей Ну вот Попробуй Не охотиться То есть Если человек Охотиться Не будет На природе Без Придет Прямо говоря Эпидемия Выбивания Подростка Голодная Смерть И Вырождение И прочее И прочее Начнется С эпидемии Однозначно Могу так Сказать Что Да И самое главное Что вот эти Зимы То что Естественное Природное Выкашивание Они тоже Будут иметь Место То есть Ну Говорю Примерно В 4 раза Больше Будет Тех же Косуль Выбиваться За Снежную Зиму Чем Охотники Отстреливают По нормативу Охотники Их подкармливают Да Ну это Да То есть Это уже То есть Увы Тема Такая Неоднозначная Но я Как-то Пытаюсь На своем Канале Регулярно Вытаскивать К обсуждению Там вроде Народ Понимающий Ну Я уверен Будут дальше Скандалы Склоки В общем Почему К этому Касту Всегда Можно Будет Потом Обращение Ну в общем Я думаю Будем обсуждать Всегда В разных Форматах Ну Ты знаешь Это К сожалению Я считаю Часть миссии По Просвещению Людей Потому что Даже По сравнению С образованием Среднего Обывателя Который Я помню Жуткий Советский Период Застой Ну ты Тоже Помнишь И так Слава богу В возрасте Еще разбежались Вот Но это Это был лютый кошмар Но тогда По крайней мере Был Это самое Весь этот ужас Антинаучное мракобесие Которое сейчас транслируется Через всякие там РНТВ И Телевидение Средства массовой информации Все таки была Роль цензуры Была не только отрицательная Но и положительная И всякие школьные Институтские программы И программы О живой природе Которые более-менее Изредка проходили В эфир Книги писались Все таки Профессионалами Экологами Нравственными Образованными людьми А сейчас Это все исчезло Это все это разрушено И всякая шваль Несет всякую ахинею Которая Полностью забивает Разумные голоса От людей Вот таких Как Михаила Арсеньевич И прочих Они просто не могут Достучаться до массовой аудитории Потому что И вот люди думают Что охотники Это такой вред Несчастные зверюшки Они там вымирают Из-за того Что их выстрелят Эти злобные Кровавые охотники Вообще там Которые Прямо берут пулеметы Прямо в лес Прямо знаешь И елки И сосны Все падает Вообще там Пустыня остается Вот Ну и плюс Это еще помножено На опять же Интеллектуальные способности Среднего обывателя Невежество Короче Тут надо Надо Делать Все что можно На всех уровнях Бить со всех сторон По этой зоне Вот как я говорю Информационного мрака Но с другой стороны Конечно Нельзя не отметить Что там Этих перекосов У охотников И правильных И неправильных Тоже куча И если допустим Ну вот я решу Там на реальном мире Сделать стрим Гнобим охотников Да Я там Буду полтора часа По делу Гнобить И охотникам Будет стыдно То есть я не буду Говорить слово Ненавижу Я по делу Там по пунктам Разберу Ну то есть Немножко в теме А если Михаил Арсеньевич Кречвер Решит охотников Загнобить Охотники уйдут В пол Ты знаешь Вообще Вы это самое Вот я честно говоря Очень приятно удивлен Если не сказать Ошарашен В хорошем смысле Этого слова Что Вот Со мной на связь Вышел такой человек Как ты Который С Кречвером Знаком лично Потому что для меня Это не божитель Там Ну что то такое Вообще Как какой-нибудь Лев Толстой Понимаешь Меня тоже Я каждый раз Когда с ним водку пью Радуюсь К чему Прикасаюсь Нет В любое Время На нашей планете Есть люди Которые Вот творят Что-то Да И в общем-то Ну могу сказать Что да Вот с такими людьми Там как Игорь Петрович Паренок Михаил Арсеньевич Кречвер Константин Евгеньевич Кузьмин То есть Да Постоянное общение Это Наполнение Себя Да Вот когда Там Можешь и прочитать Это Да И там Еще Частный взгляд То что там В книге Человек там Не написал А вот что касается Цензуры Я как человек Ненавидящий Цензуру И Очень Очень Резко Отрицательно Относящийся К регулярному Нарушению Статьи 29 Часть 5 Конституции Российской Федерации На территории Российской Федерации Здесь я могу сказать Да Согласен с тем пунктом Что В общем-то Цензура Которая работала В Советском Союзе Она В общем-то Не только Инакомыслие Отсекала Но и Откровенный бред Откровенное вранье Хотя В литературе По биологии В справочниках Ну реально Ни хрена Тогда не было Очень мало было И бред Все равно Пролезал Ну тогда Это был Этап развития науки Которая Что-то не знала Где-то заблуждалась Но все-таки Это были Честные профессионалы А сейчас Вылезло Такое количество Шарлатанов Да Просто Сейчас же Ты знаешь Вот опять же Не по нашей теме Существует Сообщество Молодых ученых Там Вот эти Братья Соколовы Антрополог Станислав Дробышевский Просто Ученые против мифов Они пытаются Дать хоть какой-то Информационный противовес Вот это вот Ловение из грязи Которое Забивает Мозги среднего обывателя Потому что Это невозможно Да Я могу Вспомнить Такой пример Из вот этих Рыболовных справочек При советской власти Который Развенчан Был С блеском Упомянутым Только что Константином Евгеньевичем Кузьминым Да И я его подтверждаю Полностью Развенчание Этого мифа Ну как практик Тоже Вот Спрашивают Что Жерех Глушит Малька Хвостом Такой вот Бред С Древними Корнями Кто-то Когда-то Написал Как оно Часто Часто Тиражируется Схоластик Это Такая Штука Что Кто-то Написал Какую-то Глупость Может быть С ним Тогда Поспорили На защите Или еще Где-то Может быть Они Оппоненты Друг Друг И морды Били Если Там Когда И на дуэль Друг 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 Вызывали Или еще Как-то Ну не важно Вот оно Прошло А для Следующих Это уже Бэкграунд Бэкграунд И идет Глупость С продолжением И вот В своей Брошюрке Константин Кузьмин Охота на Жериха Я кстати Ее Прочитал Тогда Как Строгино Приперся Вчера Фотографию Выслал Своего Первого Жериха Которого Строгино Вот То есть Кузьмин Несколько То есть Там Ну вот Наблюдал В разных Местах На Оке На Цемлянке Там За поведением Жериха И пришел К выводу Что Не глушит Там Степель То есть Способ Охота Что Он Использует Эти удары Хвостом Для резких Разворотов Ну никакого Там Глушения И так далее То есть Вообще Это близко Не имеет Отношения К реальности Я в общем Тоже С мостов Наблюдал Я вообще Часто Больше Люблю Посмотреть Вот У меня Часто Превалирует Шестой Инстинкт Новых Ощущений То есть Мне Настолько Что Я иногда С камерой Даже Чего-то Снимать Иду Если вижу Что-то Новое Я иногда Кнопку Забываю Нажать И здесь Тоже Я иногда Спиннинг Забываю Забросить На рыбалке Наблюдал Картину Как жерех Охотится Надо мне Будет Когда-нибудь Как фотографу Показать Может быть В виде Фоторассказа Доказать Что Неглушено То есть Это у него Просто Побочный Эффект От его Охоты Резкие Передвижения Что Он на мелких Местах Хвост Над водой Вылетает Да он совершает Разворот Хлопок Да он Страшный Хлопок Но это С глушением Малька Хвостом Никак не связано То есть Он глушит Малька Ртом Иногда Пачками Понятно Он находится Обычно У него Излюбленная Добыча Уклейка Но Он обычно Бьет Все Что Держится У поверхности У него Так Получается Уклейка Мелочь Малек На косах Карповый Малек Продолговатый То что Удобно Опять же На Волге Сейчас В контексте Инвазивных Видов Та же Тюлька Местами То есть В толще Воды Жерех Очень хорошо Ее жрет То есть Есть такие Места Где только Рот Открывает И если Вот эти Летние Модели Поведей Жерех На такой Глубине Хвостом Долго Сейчас Сейчас Часто Очень В толще Воды Например Бугор Вокруг 12 метров На бугре 6 И вот От 4 до 6 Там Ближе То есть Последняя Треть Ближе К одну Там В пол воды Жерех Ловится Или В средней Треть Вот такие Кстати Какой Инстинкт Михаил Какой Инстинкт Мы сейчас Реализуем Болтая о рыбалке Какие Вернее Социальный Ранговый Да тоже Тоже все Но не все Многие Новых Ощущений Назличностных Ценностей Чего-то Еще Изменений Мира Безусловно У нас Мы меняем Сознание Аудитории Творческая Родительская Немножко Воспитывая Не говорите Что охотников Руки Оторвать Родительские Тоже Да Социальные Но все Кроме Выживания Кроме Первого Выживания И полового Естественно Остальные Остальные Сколько От этого У нас Как раз Ночное Сидение За компом Отвлекает От этих Двух Ну ничего Мы потом Наверстаем Это Само Вот Это Кстати Знаешь Ладно Автопить Боем По поводу Глушения Хвостом Вырежете Потом Или как Подумал Свои Три копейки Хочу Вставить Честно Говоря Я тоже Отношусь К этим Дилетантам К сожалению Которые Тоже Не задумался Думал Что он Глушит Потому что Я видел Эти удары Там просто Малек Летит Во все Стороны И видно Как он Летит Просто Вот Но с другой Стороны Я готов Согласиться С экспертами Потому что Те случаи Когда Заснятые Когда глушат Вообще Этого Малька Там Хищник Со стороны Сначала Он сбивает Он подходит К стае Со стороны И засовывает Туда хвост Или бьет Хвостом По этой Стае Вот То есть Это так делают Косатки Селью Заснятые Как они Лупят Этим Хвостом Вакуум Там Создают И потом Собирают И так Делает Акула Лисица У нее Хвост Два раза Длиннее Корпуса То есть Заснятые Я тоже Всегда хотел Посмотреть Как она Это делает И слава Дарвину Появился Ютуб Появились Подводные Съемки И да Действительно Эта акула Разгоняется Хитро Как-то Бока Вывертывается И действительно Не знаю Выделывает Кульбитши Вот она Действительно Бьет Вот этой плетью В стаю И потом Ходит Собирает Рыбок Я видел Эти съемки Вот Я то есть Честно говоря Ажерих Он Проблематично Ему это сделать Скорее Он Влетает В эту стаю Хватает На дикой скорости Прицельно Засасывает Какое-то Количество Малька И уже В процессе Этого броска Уже разворачивается Он Например Он туда Влетел Он совершил Эти повороты Закрутил И потерявшего Ориентацию Малька Он Да Это Которая Легкая добыча Он его и жрет Да Но это Не глушение То есть Кто Они рассыпались То есть Атаковать Стаю Невозможно А отбившегося От стаи То есть То что Рассыпалось Но это В общем Да Траектория У него Ломаная Но могу сказать Что по жереху Самое сильное Впечатление На меня Произвело Это Когда Ласточка Над водой Летит А под поверхностью Жерех Повторяет Все ее Вот эти Повороты Вот это Вот это Я думаю Вот блин То есть Когда он Уже Выбрал Себе Жертву Он Уже От нее Не отстанет Как будто Это Незримая Нить А он Ласточек Что тоже едят Крупные Экземляры Нет Ну почему Тут преследуют Нет Нет Ни одного Случа Не знаю Что Что-то Кроме рыбы В лесны Кошел Вот Но Преследование Кстати Знаешь Я хочу Сказать Еще один Миф Может Нас Рыболовы Посмотрят Может Будет Полезно Ты знаешь Часто Рыба Пойманная В заглот Особенно Налимщики Этим Грешат Они Отрезают Леску И типа У них Миф Что рыба Как там Избавляется От крючка В желудке Ни черта Лысого Она от него Не избавляется Она потом Дохнет Но Дохнет Она Долго И мучительно Я читал Исследование Есть случаи Выживания Ну и опять же Ученые Проводили Исследования По каким-то Видам По каким-то Видам И по Каким-то Ситуациям Там Везде Выживаемость Разная Опять же Разные Места Поражения Вот Так И там С Спиннинговыми Приманками Во рту Ловятся Иногда Причем Что в пределах Одного дня Однажды Ну вот Смешной Случай Был Я там Не присутствовал Но это Как бы Вся спиннинговая Тусовка Соревнования По спиннингу Были на Ахтубе Я уж не помню Как там Назывались Да И вот Такой Владимир Замышляев Старый Спортсмен Да Что-то У него Клюнуло Что-то Он Там Тянул Сорвалось Ох Там У меня Сом Килограмм На 20 Был Через Час Другой Спортсмен Ловит Судака На полторашку Орет Он На зеленый Твистер Кто Ловил Замышляев Я Вот Твой Сом На 20 Килограмм Что-то Быстро Сом Похудел И Переобулся Да Так что Это В один День Это Бывает Что-то Такое Давно Застрявшее Точно Так же Как И Млекопитающие С пулями Иногда Ну Слушай Тот Во рту А Тут В желудке Кишечник Прокола Все-таки Немножко Разница Есть Даже Даже Люди Даже Хомо Сапиенс Да Вот Ну Тот же Взять Белый Бим Черное Ухо Сюжет Ну Да Десятилетие После войны Человек Ходил Под Сердцем На 9 Грамм Так что В общем-то Ситуация Абсолютно Разная Здесь Вот Ну Собственно Че Мне кажется Нормально Наболтали Ну Да Хотя Тут Конечно Еще Можно Сказать Я думаю Про Процент Что Мастбон В принципе Надо посмотреть Что там в комментах Нам напишут Какие темы Захотят Потому что У нас же есть Еще какие Темы Без изъятия Вообще Хобби Вот эти Природные Увлечения Там Фото Видео Съемка Да 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 Много Чего мы с тобой Не коснулись Но Наверное Давай Это правда Это самое На следующий раз Мне кажется Живенько Получилось Сегодня Все хорошо Но Боюсь Что это Следующий раз Может осенью Быть Не знаю Как пойдет Мне кажется Народ Господа Кто На каком Канале Будет смотреть Ставьте лайки Формулируйте Вопросов В контексте Инстинктов И вообще Восприятия Человека Как части Природы Вообще Мотивации Даже Любых Хобби Любых Дел Оно Чуть Под другим Углом Посмотрите Даже На Свои Установки С чего У вас Такая Установка Почему То есть Оно Именно В рамках Вот этой Теории Концепции Фундаментальных Инстинктов Оно Очень часто Прекрасно Раскрывается И поняв Себя Поняв От чего Вы Кайф Получаете В общении С природой Вы только будете Получать Больше Кайф Я вот так Думаю И затем Еще Можно Что сказать Что И чем Больше Человек Получает Кайф От общения С природой Вот здесь Мы такую Страшную Кровожадную Категорию Рассмотрели Охотников А который Просто Фотограф Сколько Фотограф Может Полезного Сделать Просто Наблюдатель Особенно Приходя К этому Инстинкту Надличностных Ценностей То То Что Изменение Мира Коллективным Образом То есть Нам Надо То есть Задача Это В общем То Людям Можно Получать Удовольствие От общения С природой Да Даже Даже От кровавой Стрельбы Иногда Но Делать Этот мир То есть Сохранить В том Виде Как он Нам Достался И Даже Постараться Что-то Исправить Из того Что Предыдущие Поколения Нагадили Мне кажется Можно Все это В рамках В рамках Наших Увлечений То есть С кайфом Делать Добро С кайфом Вот собственно О чем Наверное Наш Сегодняшний Каст Правильно Возможно Ли Гармония Гармония Это кайф Да Можно я Тоже От себя Скажу Еще Небольшой Финальный Спич Ты знаешь Не надо Я надеюсь Что у нас Наша аудитория Не воспримет То о чем Мы сегодня Обсуждали Как Одобрение Убийства То есть Рыбалка По большому счету Это не есть Гуд Ну В принципе Сейчас Уже Большинство Людей Склоняется К принципу Catch and release Поймал Отпусти Ну вот Или возьми Там на себе Чуть-чуть Если уж Очень хочешь Съесть И отпусти Уже Многие Цивилизованные Рыболовы Ловят Именно так Вот И Сейчас уже Вот именно Само по себе Как сказать Убийство Которое Вот В охоте Является Неотъемлемым Атрибутом Потому что Застрелить Отпусти Вряд ли Киллэндрелиз Нет еще Такого Киллэндрелиз Да Не получится Вот Ну может Потом Какие-нибудь Сделают Реанимационные Аппараты Портативные Там Застрелил Положил Все И оно Вылетело Кто знает Куда Придет Наука Вот Мне кажется В принципе Это В целом Идея Убийства Живых Существ Получение За это Удовольствие Она Действительно Не очень Хорошая Я к этому Прихожу Но Это самое Она На сегодняшний День Для живой Природы И цивилизованная Рыбалка Цивилизованная Охота Цивилизованная Природа Пользования Приносит Гораздо Больше Польза Чем Вреда И более Того Является Основным Фактором Финансовым Социальным Который Вообще Сохраняет Еще Природные Территории Виды Животных Экосистемы Или хотя бы Их ошметки Уже Будем честными Хотя бы В каком-то Состоянии Вот То есть От Цивилизованных Охотников Рыболовов Польза Гигантская Гораздо Больше Чем Вреда Вот Но В принципе Если Давай Чуть-чуть Так Немножко Научной Фантастики В принципе Я тут Добавлю Фантастический Такой Посыл Нам надо Добиваться Вот чего Чтобы Вот эти Люди Которые Сидят На диване Осуждают Охотников Чтобы Они В свое Увлечение Природы Вкидывали Бабла Столько Сколько Эти Кровожадные Охотники И Тогда И Чтобы Это тратилось На охрану Природы Да Пусть Голосуют Рубы Заводы Можно Позакрывать Будет Заводы Позакрывать Пересажать Этих Самых Тех У кого Нет Очистных Сооружений Браконьеров Эффективно Попересажать Недобросовестные Органы Ограничить Охотничьи Угодия Сейчас Охотничьих Угодий Много Чтобы Стало Совсем Мало 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 Резерваций Вообще Может Быть Так Будет Более Они Вкладываются Корма Покупают Они Реально Вкладывают Деньги В сохранение Свои Средства Силы Ресурсы Они Вкладывают Свой Труд Личный Руками Фотографы Тоже Что-то Делают Отдельно Можно Еще На Несколько Часов Спич Запустить Многие Кто критикует Сидя на диванах Они Ничего Не делают Можно Можно Сделать То есть Ну Вот Это Цель Одна из Целей Чтобы Люди Тоже Участвовали Хотя Мусор Просто Убирали Да Тоже Не выпускали Кошек И собак Своих Бегать Особенно Кошек Кошка На даче Это Хуже Атомной Бомбардировки Она Выжирает Всех Птиц Мелких Грызунов Рушит Только Они Это Не Видят Пришел Котик Любимый Сот Раз Набитым Животом А у него Там Куча И Соловьев И Зарянок И Пеночек У меня Будет Интервью С орнитологами Нашего Ближайшего Веркю Паркаса Вот Там Очень Толерантный Котик Попрошу Я их Реально Потому Что Может Быть Не Все Так Страшно Мы Тут Обсуждали Несколько Раз На Стрим По Америке Были Данные 4 Миллиарда Птиц В Год Изобразил Из себя Сначала Пропагандиста Агитирующего Против Бобров Что От них Никакого Пользы Нет Один Вред А потом Тут же Сделал Кири Ири Объяснил Что Бобры Могли бы Предотвратить Одну Из страшнейших Экологических Катастроф Вот этого Века Можно я Немножко Продолжим Можно я Продолжим Да Значит Смотри Короче Неизвестно По какому Сценарию Двинется Человечество Вот Если Верить Евгению Понасенкому Которую Мы оба Знаем А к сожалению Не верить Ему Нет Что Которую Мы оба Знаем Не лично Не Не лично Ну Может быть Если Умный Мыслитель Я бы сказал С отдельными Тезисами Иногда Интересный Человек Ну в общем Если как бы Мир пойдет По его По тому сценарию Который Во-первых Я вижу Своими глазами Во-вторых Который Он предсказывает То есть Не предсказывает А констатирует Уже как диагноз То скоро Ни о какой природе Об ее охране Говорить не придется Но если Так сказать И это К сожалению Это реальность Но если Немножко Внести элемент Оптимизма И фантастики Мы же В таком Сегодня с тобой Позитивном Ключе Разговариваем Получилось В данный момент Да Вот хорошо бы У нас то да Хорошо бы У всего человечества Получилось У нас то все получится Вот Лично у нас Это самое Вот если Человечество пойдет По некому Топическому сценарию Я думаю Что Вот эти вот И увлечения И рыбалкой И охотой Они будут Через Сколько-то поколений Восприниматься Действительно Как некий Дикий анахронизм Но я Не сторонник Того что Силовых методов Запрещать Шельмовать Вообще Хватать И не пущать Это все Отомрет Естественным путем Так же как В прошлом веке Или ты говоришь Тогда уже была Охота по правилам Ну не знаю В каменном веке На охоту ходили Только чтобы убивать Вот Сейчас уже Большинство И охотников И рыболов Они Следуют правилам Охраняют природу Рыболов Применяют Этот Поймал Отпусти И охотники Тоже Отнюдь не стремятся Получать Наслаждаться Мучениями жертвы И перебить Все что шевелится Вот Я думаю Со временем Через Дай бог Если мир Не будет разрушен Не вымрет Цивилизованный Я думаю Эти увлечения Связанные с убийством Рыб Животных Они действительно Уйдут Но они Скончаются Тихо Мирно Как Естественным путем Как старый человек От старости Никто не будет Никак Естественным путем Как в цивилизованных Странах Да Что приоритеты Меняются Да Поменяются Менталитет Приоритеты Вообще Человек будущего Ну Давай Немножко Пофантазируем Это будет Другой человек Мы Будем Будем казаться Дикарями Главное Чтобы Те люди Которые Думают Что они Защитили Ну пусть Просто Проводят На природе Времени Столько же Сколько Охотники И рыболовы Пусть Просто Идут На природу И проводят Столько же Времени Хотя бы И думают Что они Могут Сделать Да Хотя бы Мусор Убрать За собой За другим Просто Быть На природе Ну Где Потому что В основном Вся Такая Огульная Критика Она Не вылезая С асфальта Ну И немножко Хотя бы Хоть попытаются Влезть в интернет И погуглить слова Цивилизованная Природа Пользования И поймут Что Охотники Вообще Цивилизованные Охотники Рыболовы Это Охрана Природы Это Совершенно Нормальные Моральные Люди Это Законопослужные Граждане Которые Ни разу Не монстры Не получают Удовольствия От убийства А просто Реализуют Таким образом Нормальные Человеческие Инстинкты Вот И они Не они Отнюдь угрожают Благополучию И животного Мира И этого Мира Вообще Не они Источник Проблем Хотя Не все Правильно Далеко Ну что Я предлагаю На этом На сегодня Закончить То есть Мы как бы Вбросили В голову Людей В этой зоне Информационного Мрака Какие-то Мысли О Гармоничном Существовании Человека И природы На Базе Основных Инстинктов А дальше Люди Будем Продолжать Я думаю Что Если Зрителям Понравится Да С удовольствием Что еще Хотите Обсудить Обсудим Есть что С удовольствием А то Как-то Видишь Я уже Пять лет Торчу В этом Мужском Движении Как Блин Хотя Мое призвание Это экология На самом деле Это Биология А экология Это часть Биологии Мужское движение В лес Двигать Экология Магонеров Ловить Ну Да нет Людей Спасать Тоже Хорошее Дело Есть спасение Спасти Как там При советской Власти Песня была Поверь Земля Люди Найдут Пути Спасти Тебя Себя Спасти Давайте Все Дружно Спасем И Себя И Нашу Планету Ну По крайней мере Начнем думать Об этом Кто Сегодня Был удивлен Немножко Нашей теме И подачи С гильдяйством Бездорожью Все Спасибо Всем До встречи На канале Реальный мир И Мужское прозрение Субтитры